На то, чтобы соорудить продолжение замечательной Kingdom Hearts, у Square Enix ушло почти 4 года. Другая компания за это время успела бы создать что-нибудь совершенно новое и оригинальное, а вот от сам Final Fantasy отведенного срока хватило лишь на косметические улучшения уже имеющейся концепции. Играть стало ощутимо проще. Головоломок практически нет, уровни, как и раньше, большими размерами не отличаются. Взять хотя бы замок-чудовище. Несколько коридоров, меньше десятка комнат. Вот и весь замок. Нет ни хитрых лабиринтов, ни развилок. Знай, беги из точки А в точку Б, поколачивая бессердечных. О поиске секретов можно смело забыть. Раньше как? Требовалось тщательно обыскивать каждую комнатенку, надеясь наткнуться на хитро спрятанный сундук. Не говоря уже о том, что до заветного сокровища добраться было порой очень трудно. Сейчас все иначе. Сундуки торчат на самых видных местах. Подходи и открывай, кто хочет. Пара-тройка исключений лишь подчеркивают новое правило. Отдельная хохма — сундуки с картами уровней. Уж не знаем, кто отвечал за их распределение и расстановку, но налицо любопытный факт. В Kingdom Hearts 2 вполне реально пройти целиком тот или иной отрезок пути и только потом отыскать карту уже изученного маршрута. Дополнительных заданий не густо, а более-менее запоминающихся и того меньше. С второстепенными персонажами дела обстоят не лучше. Полноценно общаться с главным героем они, как правило, отказываются, ограничиваясь двумя-тремя короткими репликами. Любителей прокачивать персонажей до заоблачных высот ждет еще один сюрприз. Разработчики существенно сократили поголовье противников. Плюс на многих уровнях избавились от ранее непременного респауна. Зачистив однажды ту или иную территорию, в дальнейшем вы можете возвращаться туда без малейшей надежды на продолжение банкета. Единственный выход — на время покинуть мир и дать монстрам небольшую передышку. Тогда, глядишь, они вновь размножатся. Кстати, о монстрах. Большая их часть нынче совсем не впечатляет. Хилые, ленивые, нападают неохотно, гибнут после нескольких крепких затрещин. Где-то до середины игры сложных потасовок вообще не будет ни одной. Даже боссы как-то захерели и откровенно увиливают от исполнения своих прямых обязанностей. Разве так можно? На какую-то моральную компенсацию можно рассчитывать лишь ближе к финалу. Там и рядовые супостаты крепчают, и главные злодеи проявляют больше интереса к происходящему. Управление и камеру заметно доработали, хотя до идеала все равно далековато. Например, Сора время от времени отказывается прыгать куда надо, или произвольно цепляется за какой-нибудь карниз, когда этого меньше всего ждешь. Но хуже всего дела обстоят с автонаведением. Когда врагов много, прицел то и дело скачет с одного противника на другого. В результате сражение в раз превращается в форменный кавардак. И о графике. Люди, хорошо знакомые с оригиналом, быстро заметят, что технологические отличия между первой и второй частью минимальны. Те же яркие краски, аккуратные модели персонажей, броски и спецэффекты. Придраться вроде бы особо и не к чему. Но если честно, мы от Kingdom Hearts 2 ждали большего. Особенно после знакомства со сногсшибательными скриншотами, которыми щедро делились разработчики. Опять же, 4 года назад Kingdom Hearts по праву считалась одной из самых красивых игр на PlayStation 2. А вот у второй части конкурентов более чем достаточно. И рядом с некоторыми из них детища Square Enix гигантом не выглядит. Что поделаешь, годы берут свое. Впрочем, технические шероховатости быстро отходят на второй план, взявшись за руки со всеми прочими недостатками. Прямолинейная, простоватая и во многом консервативная Kingdom Hearts 2, тем не менее, без труда покоряет сердца тех, кому нравятся красивые сказки. Прямолинейная, простыilla!